Мои хорошие, всем приветик! Всем доброе утро! Видео опубликуется утром. Мы на пляж пошли. Людей особо немного сегодня. На голове чертки что. Вчерашнем видео вы видели. Я расчесывала. Сейчас ободок одену. Одену ободочек. Красотка. Красопета. Сегодня, конечно, погодка такая. Вода остыла. Остыла вода и какая-то такая мутная. Там прогулочный лайнер. Но хочу сказать не холодно. 23 градуса для меня это нормально. Не воды, а крушающей среды. 23 градуса для меня нормальная погодка. Отличная! Сегодня не плавала, честно вам признаюсь. Не плавала, там глубь сошла. Хотела поплавать. Полностью растелась. Ну, естественно, в купальнике без сумки. Я в купальничке. Полностью хотела войти в воду. Но холодная вода внутри. В глубине. Я как-то свое женское здоровье берегу. Берегу. Всех с первым числом. Кстати, день защиты детей. Первое число. Первым днем летом. Я, конечно, снимаю в последний день весны. Но вы увидите в первый день летом. Всех с праздничком. Искренне поздравляю. От всего сердца. Так, что мне там пишут? Снимаю на старый телефон, потому что новый не беру. На пляж я его не беру. Чего я его буду в воду окунать? Хоть там у меня и защита, влагосощита стоит, но все равно. Телефон надо перейти. Сегодня выходной. У меня решила вот так выбраться. Решила выбраться на природу. Я, честно, очень устала. Очень. Я столько работаю. Я именно очень устала. Надо, конечно, куда-то съездить. Надо развеяться, потому что работа не волк. Не волк в лес не убежит. Надо больше внимания, больше всего себе уделять. Там чайки летают, тут лепить возле меня. Красота. Так сняла вам красиво. Тучи черные, но не грозовые. Не знаю, вот палку, салфи-палку забыла взять. Так неудобно рукой телефон держать. Не знаю, Стас как-то держит, ему нормально. У меня рука устает. Возможно, из-за того, что я полная. Что я жирная для вас. Хотя для меня я отличная. Не пишите мне за вес. Знаю, у меня лишний вес есть. Это не проблема, это не комплексы. Если бы у меня желание было похудеть, если бы мне мой лишний вес надоел, я бы похудела. Так что мне это как-то сильно, сильно я за это не переживаю. Я дама в теле. Худой не хочу быть. Ну, там килограмм пять скинуть, два, три, пять кило скинуть, можно, но не больше. Ну, не так, как люди себя до анорексии-то водят. Это, конечно, никуда не годится. Ну-ка, давайте вам. Он лебедь уже. Плаваю, можно сказать, животными. Животные плавают, и я вместе с ними. Да, лебедь? Ты тоже хочешь плавать, а? Я думаю, вам снялось. Я не вижу, что я вам снимаю. Рыбку еще. Тут, кстати, рыба есть. Но вода сегодня грязная. Вода грязная, но рыбка есть. Для лебедя есть, что покушать. Тут на пляже пиво продают, костинаки продают. Ну, все как в Советском Союзе, можно сказать. Такой пляж. Отличный, отличный пляж. Люблю тут время провести. Конечно же, творится это очень страшно, очень жалко. Сердце разрывается. Вот так ходим, вот так плаваем. Я знаю, в Украине тоже, кто остался из народа, тоже ходят куда-то. Как-то стараются выжить, как-то стараются жить. Хотя у меня есть знакомые, они тоже на Западную Украину перебрались. Живут нормально. Ну, опять-таки, воздушная тревога, все закрывается. Да, на Западной части страны тоже воздушная тревога. И тоже прилеты бывают. Так что, все равно люди, кто из моего окружения, кто на Западную Украину перебрался, на Западную часть страны, вообще правильно говорить, не на Западную Украину, а на Запад страны. Кто перебрался, они тоже и прячутся в коридорах, и в подвалы спускаются. Люди, которые ценят свою жизнь, которые не хотят из-за какой-то дури погибнуть. Вы прикиньте, опять пишу видео, оно самоостановилось, само сохранилось. Я вообще в шоке. Записываю видео на старый телефон. С этого телефона я начинала свою карьеру на Ютубе. Это мой старый телефон, который я на пляж беру. И записываю видео, оно на 5 минут записалось, и отключилась камера. Возможно, моей красоты не выдерживает мой старый телефон. Не, ну на самом деле, много эфиров проводила. Я давно уже эфирю. Я давно стримы провожу. И телефон, конечно, оно сильно, сильно телефон убивает. Можно сказать, в ноль. Телефон у меня не новый этот. Новый телефон я, короче, на пляж не беру. Кто у меня смотрит, тот знает это. Если какое-то видео хочется на пляже среди воды в такой атмосфере прекрасной записать, записываю на старый смартфон. На старую мою добрую моторолу. Кстати, моторолу у меня оригинальная. Не поделка какая-то китайская. У меня американская моторолу смартфон. Я его покупала в Украине за очень, за очень высокую цену. Есть, конечно, моторолы поделки, но у меня моторолы оригинал. Так, что хочу сказать. В общем, за западную часть страны сказала, те люди, которые, с которыми я общаюсь, с которых я знаю, кто перебрался, они перешат, дорожат своей жизнью и при любой тревоге они себя обезопасивают. Как могут, так себя и спасают. Вот так скажем. Кстати, огромный плюс жизни в Германии, это плюс, то, что мирное небо. Вот так можно спокойно выйти, и ты знаешь, что мирное небо, ты защищен. Это единственный плюс. Ну, не единственный, но один из плюсов, который я еще не сказала, наверное. А так, конечно, одни минусы, сплошные минусы. Я недовольная, я недовольная. Папка, я порчу на вас. Не, я всем довольна, что имею, тому и спасибо Богу. Благодарить надо в любом случае только Бога. С Божьей помощью как-то, как-то справляемся. Спасибо Господу Богу, что дал мне красивую внешность. Я своей внешностью довольна. Есть люди, очень много людей комплексуют по поводу своей внешности. У меня фу-фу-фу таких комплексов нет. То, что Божьему не катало, никакого силикона, никакого, никакой херни во мне нет. Что Бог дал, за то и спасибо. Губки красивые, сиси красивые, личико красивое, попка к ранникам. Так что, такая я. Кому не нравлюсь, но у вас в одно место, как говорится. Всем, как говорится, мел не будешь. Кому нравлюсь, кому не нравлюсь, это ваши половые трудности. Просто реально есть люди, которые либо от зависти, либо от тупости про меня хуйню сочиняют, не побоюсь этого слова, что я там мужчина, что я там то, что я там все. Я же говорю, столько больных людей, я не представляю просто. Но чего про человека сочинять ерунду, вот я не понимаю. Либо же моя слава вам жизнь не дает, либо еще что-то. не представляю, не представляю, честно. Я такая, как я, я есть, обычная бобена. Никогда не буду наиграна вести себя, как веду, так веду. Любите? Любите меня? Добро пожаловать ко мне на канал. Не любите меня? Дверь открытая, никого не держу. Никого не держу. Кстати, насчет того, что держать кого-то. Всегда надо, если, если что-то не складывается, если вы с человеком не можете ужиться, не можете найти общий язык, всегда надо отпускать. Лучше расстаться с друзьями. Вот я по своему опыту говорю, я была замужем, у меня есть опыт в семейной жизни. В чем-то не сошлись, расстались в дружеских отношениях. И потому я часто говорю в своих видео, что если многие встретились, о, Любовь, Марковь, бегут в сакс. В сакс бегут свои отношения, лишь бы кому-то угодить. Я такое делать больше никогда не буду. Я уже раз вступила в драк, и все. На этом все. С человеком поживу. Ни один пуд соли съем, только потом сакс. Какие бы предложения мне ни делали, надо вот это время выштать, именно человека проверить, с ним пожить, посмотреть, как вы сходитесь, не сходитесь, любите, не любите, потому что сегодня любовь есть, завтра все. Любовь прошла, завяли помидоры. и такое бывает, товарищи, товарищи, придется склеивать видео, потому что одним куском не сописалось. Так хочется поплавать, вот, после воды, так хочется поплавать, но не могу, к сожалению, к большому, к своему сожалению. какие-то мошки, кстати, там спрашиваются, мошек. Вот на озере мошки есть, честно говорю, есть, кусают. В квартире мошек нет у меня. Комары бывают солетают, и огромные такие, малярийные, малярийники, бывают солетают, но именно таких, чтобы мошки были, комары постоянно были. У меня, кстати, нету ни этих спреев от комаров, ничего, потому что комары очень редко солетают. У нас москитных сеток нету, и в принципе тут я смотрю, у людей не особо часто бывают эти москитные сетки. У комаров тфу-тфу-тфу нету. Тфу-тфу-тфу. Ой, красотка. Люблю вас, люблю своих хороших зрителей, я вас люблю. От всего сердца, от всей душе вы у меня самые лучшие. Согод, за то, что я год, пусть я год убила свой телефон в щенк, но я и заработала на новый телефон, даже больше, чем на новый телефон. Но честно, вас люблю. Новый телефон тоже особо долго не прошлет, потому что блогеры вообще часто меняют телефоны по той причине, что YouTube он убивает телефон. Это ежедневная съемка, я хочу, не хочу, я обязана снимать ролики. Это уже мне никто не спрашивает, я знаю, что меня ждут, меня любят и от меня YouTube требует работы. Я подена рабочая, я всегда к работе отношусь уважительно, я всегда, я могу, я, можно сказать, я пахарь, всегда пашу, никогда, вот это, лапки, вот даже вы сами видели, за год, что я год веду канал, я каждый день работаю, я никогда, у меня нет выходных дней, у меня нет проходных дней, ежедневно камера включается, какая я есть, грязная голова, чистая голова, растребанный волос, всегда выхожу к вам в эфир, всегда, ни одного дня я еще с вами не пропустила, бывает, конечно, честно скажу, бывает такое состояние, что вообще ничего не хочется снимать, но снимать надо, вот так тоже бывает, главное, не быть лентяем, есть люди ленивые, я не из того теста, так что вот так, всем желаю посетива, мира, любви, добра, платитесь, размножайтесь, вас люблю, всем пока-пока, до скорых встреч, описание на вечер, наверное, видео тоже выйдет, или эфир.